Лаптев что сделает? Наверх на Устинова. Устинов, пробежка, да. Появившись на площадке, Устинов делает пробежку. Вот, вот что-то уже у Марки не ладится. Шестая, напомню, это рога, рога, смотрите. Рога, естественно, провала вниз нету. Лохвинский мотает Куртенко, Джабара выбивает. Пошел сам, что сделает? Ищет фол, фола нету, но тем не менее 2 очка забивает. Андрей поверк Валю в шок. 4 по лицевой, смотрим, что это есть. Алабин против Лаптева, пошел сам против него в проход, мне кажется, был фол, да. А мне кажется, фол был на первом шаге, сфолил Александр Куртенов. Тем не менее, фол дали Анатолию Лаптеву, 99 номер. На площадку выходит Новожилов вместо Александра Куртенка. Счет 29-40 в пользу команды Марка. Алабин, штрафной. Первый точно, но этому даже стучать не надо, этот с закрытыми глазами. Даже может, мне кажется, ногой забить штрафной. Второй. И второй точно, 31-40 в пользу команды Марка. Лаптев разгоняет команду, Джабар просит пас, пас Устинову. Устинов стучит, что делает? Отдает Дороднову. Дороднов вниз на Джабара, Джабар. Ой, перехват. Вторая подряд потеря от Джабара. Даутов не будет бросать на Лыжникова, Лыжников на Лохвинского. Лохвинский очень далеко, первое по лицу пробежит Алабин. Мы это уже выучили. Лыжников долго, долго. Ой, Дороднов практически перехватил мяч. Да, что-то, мне кажется, немножко подустали ясеневцы. Лыжников выносит мяч. Низ на Даутова против Устинова. Обыгрывает легко. Низ Алабин с 9, как всегда. Три очка, пожалуйста. Вот, вот эта игра. Вот эта игра Ясена. Три очка, третья треха от Алабина. 34-40. Джабар. Треха. Мимо. Подбор. Нарушевич вместе с Даутовым. На двоих один подбор. Лыжников. Проход. Нет, остановился. Наверх на Даутова. Даутов без сопротивления. Мимо. Джабар забирает мяч. Бежит, бежит, бежит. Что делает? Какой-то странный пас на Устинова. Еще более странный пас на Дородного. Остановка. Дороднов. Что-то нервничать начал. На Лаптева. Лаптев без сопротивления. Треха. Мимо. Что там подбор? Подбор Даутов. Треха. Отличный пас на Лахвинского. Два очка. Получите. Что происходит? Тайм-аут берет тренером группу Марка Рафикс Ярович. Хайрулин. Он же президент Лиги МБЛ. Счет 36-40. Вот и сократили расстояние игроки команды Ясенева до 4 очков. Вместо, если я не ошибаюсь, 11. Отличная игра. Проснулся Алабин. Вроде начал играть Даутов. И другие тоже помогают. Чем-то недоволен, как всегда, Анатолий Лаптев. Прошу обратить внимание на его жестикуляцию. Пьет водичку Астахов. Джабар что-то слушает. Устинова ругают. Новожилов высказывают претензии. Смотрим. Судьи призывают всех на площадку. Кто выйдет? Значит, смотрим у Ясенева. Нарушевич, Даутов, Лыжников, Лохвинский и Алабин. У Марки, Лаптев, Лозинский, Новожилов, Валюшок и Устинова. Интересная пятерка, очень интересная. Посмотрим, что эта пятерка сделает. Лаптев на позиции первого номера. 54 или 4, я не слышу заслон от Устинова. Нет, не работает Лозинский. Нет, продолжение. Сам бросает Лаптев. Естественно, мимо, очень не подготовлено. Быстрая атака будет? У Лохвинского пойдет 1 на 1? Нет, остановится. Остановится. На Алабина. Алабин в проход. Что сделает на Лыжникова? Скидка прекрасная. Ох, инди... Да. Фолл Лыжникова. Фолл Лыжникова. Хотя мне показалось, что в предыдущем моменте у него не очень чисто выбили мяч. Видимо, это ему тоже показалось. Судьи расценили этот эпизод иначе. Я, к сожалению, не заметил, какой персональный фолл у Лыжникова. Мне кажется, не меньше третьего. На Вожилов. Скидка на Лаптева. Лаптев, что пошел в обыдушке. Через Лохвинского. Фаз за спину. Ничего не получилось. Лохвинский пойдет на Лозинского. Два очка мимо. Тоже как-то. Тем не менее, мяч его... От него же он и ушел. Только что мимо нас промелькнул игрок второй команды МГБУ Марка. Он же судья всесоюзной категории Александр Сидорчук. Лаптев, Новожилов, фолл. Ну зачем? На мой взгляд, абсолютно ненужный фолл. Новожилов получил мяч на шести метрах. Не было продолжения атаки в виде броска. А тут взял Артур и свалил Салихьян. Ходился номер Ясина. Непонятное решение, принято этим игроком. Лозинский на Устинова. Устинов пойдет в обыгрыш. Как-то он притормаживает игру. Непонятно. Новожилов против Артура. Устинов средний. Два очка мимо. А Лавин подбор. Убежал, убежал. Нет. Тяжело. Обратите внимание, как тяжело бежит Артур в атаку. Скидка на Лохвинского. Ловинский три очка мимо. Тут Лавинский в подбор. Новожилов просит мяч. Так. Что-то непонятное. Выписали в фолл Сергею Аганесову. Новожилов кричит, чтобы ему быстрее отдавали мяч. Ну, его право. 40-36 в пользу марки. Смотрим. Штрафной первый. Мимо. Второй штрафной. Второй штрафной от Новожилова. Второй штрафной есть. 41-36 в пользу марки. Каждый следующий фолл и у той и у другой команды будет пробиваться. Долго засиделись на скамейке, на мой взгляд, Дороднов и Куртинок. Рядом с ними сидит Астахов. Но он только недавно был заменен. Лохвинский поднял воздух Лозинского. Аганесов просит мяч под 9. В лоб. Аганесов с 9. Мимо. Непонятно. Артур. Отличная игра. Артур очень скоординировался. И спиной выбросил мяч. Мяч попал в голову Лаптеву, от которого и ушел мяч. Итак. Лохвинский чуть не потерял мяч при выносе из-за лицевой. Аганесов заказывает. Лохвинского за стол от Артура. Артур вниз получает. Против Джабара нужно давить. Средний с отклонением 2 очка. Вот это хорошая игра. Остался против маленького. Оттолкнул. И средний. 38-41 до конца первой половины матча. 25 секунд. Две атаки будет. Джабар Новожилов пошел в проход. 2 очка. Есть 2 очка. Очень тяжело. В смысле, что тяжело остановить. 15 секунд. 20-10 секунд до конца. Аганесов что будет делать? Смотрим. Что тут? Что тут? Что тут? Пошел в проход против Джабара. Остановка. Средний мимо. Да. Мне кажется, что задержал последний. Нет. Итак, уважаемые телезрители, закончилась первая половина игры между МГПУ марка 88 и Ясима. Счет 43-38 в пользу марки. Перерыв.